Я вас у всех витаю! Итак, давайте я вам напомню про основные моменты, связанные с холодом. Гипотермия может наступить при температуре всего 8 градусов. Условия. Вы мокрый и дует ветер. Через полтора-два часа может наступить гаммовер. А мокрым стать легко. Для этого не обязательно нырять в воду. Нужно просто неправильно одеться и при физической нагрузке стать мокрым изнутри. И, кстати, можно получить даже тепловой удар на сильном морозе. Поэтому, выбирая одежду, нужно учитывать два состояния, в которых вы будете пребывать. Это статика и динамика. То есть, либо вы будете активно двигаться, либо вы будете пассивно двигаться. Я лично предпочитаю в таких условиях иметь несколько разных вариантов одежды. Ну, люблю выбор. То есть, если выбирать, к примеру, между одним толстым свитером и несколькими тонкими, но в сборке они будут такой же толщины, как и этот один толстый, то однозначно лучше несколько тонких. И это позволит вам варьировать и компенсировать либо недостаток тепла, либо его избыток. Зимняя обувь должна иметь толстую подошву и прочную основу. Если вы пребываете в статичном положении, то всегда старайтесь стоять на каком-то изоляторе. На доске, на ветках, на картоне, на тряпке, в конце концов. На всем том, что будет изолировать ваши ботинки от земли, снега, бетона, асфальта. Это важно. Потому что промерзание начинается именно с ног. Помните про металл на руках? Часы с металлическим браслетом, кольца, цепочки и так далее. Все это сильно добавит минус вашим рукам и пальцам на морозе. Есть две точки, а точнее сказать четыре точки, которые должны быть в тепле при любых обстоятельствах. Это ступни обоих ног и уши. Но если с ногами все вроде бы понятно, ну, вот про уши объясню чуть поточнее. Кроме того, что уши являются приборами для улавливания звука, они еще и работают в роли холодильников для головы. Да-да, вы не ошиблись, именно холодильников для головы. В основном они все время более холодные, чем любая другая часть головы. Если вы будете держать уши в тепле, то и голова не так будет остывать. Попробуйте для понимания ощущения теплыми руками закрыть уши на морозе. Сейчас я вам покажу интересное решение. К примеру, у вас есть всегда при себе тонкий баф, а вот в аптечке пару ватных снарядов. Я имею в виду гигиенические женские тампоны. И это один из многих вариантов их использования. Итог. Тонкий баф фиксирует распушенную вату на обоих ушах. И это уже отлично изолирует вот эту пару уродливых рящиков от мороза. Но есть небольшая побочка, немного блокируется слух. Вместо ваты можно использовать что-то другое. К примеру, носки, сухие салфетки и многое другое. Это на случай, если у вас произошло так, что нет ничего специально обученного для утепления головы, ну, типа шапки. А вам необходимо пребывать какое-то время на морозе. Удивительно, но большинство людей пытаются использовать исключительно только те предметы, которые имеют четкое предназначение, а их нету. Но они терпят в разночных экстремальных ситуациях в лучшем случае неудобства. Когда речь идет о выживании, то нету места красоте или стеснению перед другими людьми. В ход должно идти все то, что может помочь вам. Если в определенной ситуации нужно где-то одеть трусы на голову, значит, они там должны будут оказаться незамедлительно. Все. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok